Девушки отдыхают Вот теперь мы заехали для того, чтобы по традиции спросить у доблестых французов два таких не очень интеллектуально нагруженных вопроса. Мне в этом будет помогать моя коллега Жанна. Она точно так же мучает туристов, которые приезжают сюда в Париж, как и я. Но только я этим делом занимаюсь в России, хотя вот тут потерял детственность уже и в Париже тоже провел, привез первую группу, надеюсь, не последнюю. Вот, соответственно, мы сейчас попробуем это сделать и по традиции мы не будем выключать запись, а все, что там будет лишним, мы просто будем перематывать. Давайте, друзья мои, попробуем сделать это. Простите меня, мадам, могу ли я задать вам несколько вопросов, конкретно два? Да, конечно. Я из России. Какие у вас ассоциации с Россией? О Париже? Нет, Россия. Что вы думаете о России? Что я думаю о России? Да. Москва. Ну, просто три первых слова. Москва. Это все? Ну, еще два, пожалуйста. Вам всего надо два? Ну, мы хотели бы получить три. Ну, я могу сказать Москва, и это, в общем-то, все. Ну, хорошо, а вы знаете месье Путина? Да, знаю. И что вы думаете о месье Путине? Ну, я его не очень хорошо знаю. Ну, какой у него имидж? Ну, вот у вас в голове, например. Но он не очень позитивен. Не очень позитивен? Нет. А почему? Ну, это слишком сложно, я не могу вам вот так вот сразу сказать. Слишком мало информации у нас тут о нем. Но он однозначно не очень симпатичный. Он не очень симпатичный, как вот, на лицо, или это касается его политики? Ну, особенно, если мы говорим про лицо. Про лицо? Ну, реально, ну, он совершенно не симпатичный. Ну, а кто, по-вашему, симпатичный? В Москве? Ну, среди политиков. Ой, я не очень хорошо знаю московских политиков. Да нет, нет, политиков во всем мире. Ну, я не знаю, я не занимаюсь политикой. Ну, а ваш президент, он симпатичный? Наш? Ну, ваш, да. Ну, достаточно. Месси Макрон. Ну, да, но еще рано говорить что-нибудь. Нужно подождать. Ну, хорошо, спасибо. Но он точно более симпатичный, чем Путин. Ну, вот если вот так вот. Если вот так вот, да. Спасибо, мадам, приятного вам дня. Спрашиваем же белых французов, стараемся спрашивать, да? Не-не-не, можно и негритосов, но я тут особо негритосов и не вижу на самом деле. Мы из России, и я хотел бы вас спросить про ассоциации, связанные с нашей страной. Ну, например, первые три слова, которые приходят в вашу голову при упоминании России. Что я думаю? Что я думаю о русских и России? Ну, да, о русских и России. Это очень классная страна, я видел по телевизору. И русские женщины очень красивые. Ну, тут без возражений, без возражений. Но также я бы хотел сказать, что они не очень гостеприимные. Потому что я работал в гостиничном бизнесе и видел все это. Ну, то есть, когда ты работаешь в отеле, и ты обычно говоришь «добрый день» девушкам, да и вообще всем, кто входит, и тебе всегда отвечают в ответ «добрый день». А русские, напротив, на обращение «добрый день» никогда ничего не отвечают. А знаете ли вы слово «путин»? Месье Путин. А, Путин. Президент. И что вы о нем думаете? Я? Я его люблю. Это, конечно, странно, но я его люблю. Да, люблю. Он честный. Потому что он честный. Он честный, но при этом авторитарный. И вот авторитарность его, вот она мне не нравится. Но вот за то, что он честный, я его люблю. А за то, что авторитарный, нет. Хорошо, спасибо, месье. Приятного вам дня. Вам также. Мы поговорили с истинными французами. Я не знаком с Россией, но я бы очень хотел поехать в Петербург. Да что вы, я из Петербурга. Да, я бы очень хотел посетить Эрмитаж и подобные места. Но Россию я не знаю вообще. Это такая страна, страна далекая, но вот Петербург для меня это барокко. Это страна царей, дворец Эрмитаж, вот все такое. Ну что сказать, заставляет мечтать меня. Ну а после, я не знаю, может быть вы хотите, чтобы я сказал что-нибудь про политику? Да, про политику было бы неплохо, про миссию Путина, например. Мне кажется, что следовало бы, конечно, демократизировать эту страну. Потому что, ну, надо дать шанс. Это страна, которой требуется новое дыхание. Ей очень не хватает демократии, как я считаю. И если переходить к нашей, ну она тоже не сама идеальность, конечно же. Но в России явно не хватает большей свободы. И свобода пресса, конечно же. А мы можем сравнивать вашего президента и нашего президента? Я не могу сравнивать, потому что Макрон это такая, ну, большая новизна для Франции. Это очень молодой президент. А мы сейчас такая страна, которой очень нужны реформы. Мы все в ожидании того, что он будет делать. Мы все-таки в стране свободы и права. Но все равно это страна, которая должна реформироваться. Ведь Макрон это молодой волк. А Путин это человек очень умный. Но это два сильных характера, мне очень сложно их сравнивать. Тем не менее, Путин меня не пугает, как правитель. А вот Дональд Трамп пугает. Но он иногда весь мир пугает. Да-да-да, это Дональд Трамп. Ну и, в общем, вообще, по поводу Путина, я не люблю давать советы. В любом случае, это страна, которая привлекает своей культурой. Это огромные территории. Ну и, кстати, история у России тоже великая. Спасибо, месье, приятного вам дня. Спасибо вам. Я тебе могу сказать, что они более, на самом деле, расположены что-то сказать, чем, скажем, те же сами америкосы. Вот давай мужчину попросим. Да? Да. Извините, месье, можно вам задать несколько вопросов? Мы из России. Откуда? Из России. Из России. Путин. И это все? Пражская весна. Ммм, Пражская весна. Ну, хорошо. И по поводу миссии Путина, что вы о нем думаете? Да, в общем-то, ничего особенного. Ага, ничего особенного. А мы можем сравнивать месье Путина и месье Макрона? Ну, сложновато. Ну, хорошо. А по поводу миссии Макрона, что вы о нем думаете? Ну, не так много времени прошло, пока он был президентом. Вы еще не можете сделать никаких выводов, да? Очень много времени. Да. Спасибо, месье. Доброе утро. Пока. Пока. Вы знаете, я не парижанка. А вы француженка? Нет. Ой, тогда извините. Извините. Вы знаете, я очень спешу. Д'accord, д'accord. Мы из России. А, вы из России? Но я не говорю по-русски. В этом проблема. Но вы же говорите по-французски. Ну, я и по-французски-то не очень. А вы не француз? Нет. А из какой вы страны? А это вообще что? Что за допрос такой? Да это просто опрос России. Ничего такого особенного. Я из Гвинеи. Я из Гвинеи. Какие три слова вы можете сказать о России? Три слова о России. Да. Социализм, да? И, в общем-то, все. А знаете ли вы имя нашего президента? И имя вашего президента? Да. Это Путин? И что вы думаете про миссию Путина? Он хороший. Или бон. Он прекрасен. Или бон. Не-не, давай уже каких-нибудь более истинных французов найдем. Мы из России. Добрый день. Приятно познакомиться. Я бы хотел спросить у вас про ваши ассоциации с Россией. Ну, например, первые три слова, которые вам приходят в голову, когда вы слышите слово Россия. Размеры ее. Водка. Ну, конечно же. И политика. Знаете ли вы имя нашего президента? Да, конечно, Владимир Путин. Ну, и что вы о нем думаете? Я думаю, что это стратег, очень тонкий стратег. Прекрасно руководит мировой политикой, а также замечательный переговорщик. Вон, смотри, какой волосатенький мальчик идет. Спроси его. Добрый день. Мы из России. Хотели бы вас спросить про ассоциации с нашей страной. Какие три первых слова приходят вам в голову, когда вы слышите слово Россия? Ну, я не знаю, Путин, снег и, не знаю, там, Москва. И что вы думаете про Путина? Ну, я не знаю. Очень много о нем говорится по телевизору, в основном обсирают. Говорят только плохое про программы, его программы, про то, как эволюционировала страна, пока он был у руля. Поэтому я не могу вам высказать именно мое персональное мнение. Потому что, если посмотреть телевизор, то он там обязательно плохой, строгий, прямой такой, жесткий. Короче, не очень позитивный. Вот этот типичный в французске, по-парижски этот прононс. Да, можно ставки делать, кто что ответит, по ним, по... Да, 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 да. Лон, смотри, чувачка, смотри, какой веселенький. Мы из России, я бы хотел вас спросить, что вы думаете о России, вашей ассоциации с Россией? Россией? Да. А, ну прекрасно, замечательная страна Россия. Не, серьезно, он патриот, он любит свою страну. Я с ним против Соединенных Штатов. Я не люблю Америку, Россию, да. А что-то еще можете сказать про Путина? Он прекрасен. Мне нравится, как он всем затыкает рот. Мы из России, я бы хотел спросить у вас, что вы думаете о России и какие ваши ассоциации с этой страной? Какие первые три слова, которые приходят к вам в голову, когда вы слышите слово Россия? Вы знаете, я не могу ответить. Путин, Олимпийские игры, Санкт-Петербург. Я, кстати, из Петербурга. А что вы думаете о миссии Путине? Вы знаете, это личный вопрос, не могу ответить. Но, в любом случае, он очень хитрый. Красная площадь, русские куклы и опера. И что вы думаете о миссии Путине? Ну, мы очень мало о нем знаем. У него не очень хороший имидж здесь, во Франции. А мы можем сравнивать Путина и Макрона, ну, каким-нибудь образом? Не думаю, ну, не думаю, несмотря на то, что это одна и та же политика. В то же время, Макрон мне тоже не нравится. Извините. Спасибо. Доброе утро. Извините. Нет, нет, нет. Что вы думаете о России? В-3, первое. Для начала, у меня русская жена. Она из Украины. Из Украины? А вы это снимаете? Да. Я что, попаду на телевидение? Нет, нет, на телевидение вы не попадете. Ну, страна прекрасная. Москва, Петербург, замечательные города. Что вы думаете о Путине? Я очень хорошо о нем думаю. Он великолепный, при этом держит все железной рукой. Ну, и получается, что вы имеете все-таки какое-то отношение к Украине теперь. Знаете, по поводу Украины, это очень дискутируемая тема. Не могу сейчас ничего об этом сказать. Но Путин прекрасный, умный и очень жесткий управленец. Извините, у меня мало времени, спешу навстречу. Извините. Это надо будет оставить, не вылезай. Все, оставим. Ну, давай еще парочку декорей, на самом деле. Ну, вы знаете, ну, прям не знаю. Ну, может быть, какие-то первоассоциации. Ну, вы знаете, совсем, совсем немножко. Она сейчас не такая, какая была раньше. Она постоянно меняется, очень много меняется. И это, ну, немножко сложновато. Вы знаете имя президента России, который сейчас... Да, слышал, но вот имени не знаю. Предыдущего вот помнил, а этого только слышал, но вот имени не знаю. Ну, не помню. В общем, дальше идут все те же самые четыре слова, произносимые в разной последовательности. Ну, может быть, мы скажем, что это Путин? А, да, да. И он, он хорош. Но нового я не знаю. Про нового ничего не могу сказать. В общем, респондент абсолютно не понял, что Путин это нынешний президент, и дальше был такой же поток сознания, как и в самом начале. Да, это трех месяцев. Сегодня это не новое, но я не знаю. Спасибо. 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 Здравствуйте. Добрый день. Ну, ладно, я думаю, что, может, закончим уже, наконец? Да? Да. Ну, хочется уже пойти там что-нибудь попить, в конце концов. Ну, вот вы услышали мнение, вот, парижан, всяких разных выводов делайте сами. Оставайте комментарии вот там вот, под этим выпуском. Увидимся в следующий раз. Пока. Спасибо Жанке-парижанке, как она себя именует, в социальных сетях за то, что помогла мне в этом нелегком труде. Пока. Пока.